Георгий Лабжанидзе, Куцеу, смотрящий за Донецком, вор в законе. 13 августа 2019 года в Киеве был задержан вор в законе Георгий Лабжанидзе по прозвищу Куцеу. Криминальный лидер находился на территории Украины нелегально, его уже выдворяли из страны несколько раз. Но Куцеу всегда возвращался, так как имеет свои интересы в Донецке. Георгий Лабжанидзе. Георгий Лабжанидзе родился 9 сентября 1972 года в Руставе. Из этого грузинского городка вышло много воров в законе, у которых к имени имеется соответствующая приставка «руставский». Но Лабжанидзе заимел другое прозвище, Куцеу, под которым его знают в криминальном мире. Свой первый срок, 6 лет лишения свободы, Куцеу получил в 1994 году в Грузии, и отбыл его полностью, выйдя на свободу в 2000 году. На воле примкнул к одной из преступных группировок, которую возглавляли воры в законе. ОПГ занималась преимущественно квартирными кражами. 10 августа 2004 года с подачи самого шакро молодого Илаши Руставского, Георгий Лабжанидзе был коронован в законнике. Сходка по этому поводу состоялась прямо в одном из СИЗО Грузии, где в это время находился Куцеу по незначительному обвинению. Стоит отметить, что сходняк был организован шакро, который на тот момент также находился в тбилисской тюрьме. В дальнейшем Куцеу был определен ворами в Донецк, став там смотрящим. Как говорит наш источник, Лабжанидзе всегда был видной персоной в криминальной Украине. Наладив здесь связи, он закрепился на территории страны основательно, несмотря на постоянное нелегальное положение. В октябре 2005 года Георгий Лабжанидзе прибыл в Грузию, где посетил город Марневули. Отсюда он должен был попасть в Азербайджан. Документов для пересечения границы у вора в законе не было, и он подкупил пограничников, заплатив им за нелегальный переход на территорию другого государства. Однако был задержан сотрудниками марниульской криминальной полиции. Лабжанидзе предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Суд над вором оказался достаточно суров, Куцео получил 4,5 года лишения свободы. Весь срок он отбывал в грузинских тюрьмах, где старался продвигать воровские порядки. Из-за этого у него не было никаких привилегий для выхода Пауда, зато в 2007 году, находясь в заключении, Лабжанидзе сумел на основе сфальсифицированных данных получить гражданство Украины. Смотрящий за Донецком Освободившись 26 апреля 2010 года, Георгий Лабжанидзе вернулся в знакомый ему Донецк, где решил полностью обосноваться. В то время здесь уже находились дружественные ему законники, Георгий Хмелидзе и Нодара Саян. Триумвират воров в законе занял прочные позиции в области. Но если криминальный мир безоговорочно принял лидеров, то украинские силовики пытались привлечь их к уголовной ответственности, чтобы избавить страну от авторитетов. В 2012 году Лабжанидзе был задержан и выдворен из страны, так как вскрылось его нелегальное гражданство. Но он не собирался расставаться с насиженным местом, и нелегально въехал обратно. Целых два года он спокойно управлял своей криминальной группировкой, прежде чем вновь попал в руки полиции. 24 июля 2014 года при спецоперации, Куцеу вновь был задержан и определен в Черниговский спецприемник для нелегалов. Но и в этот раз, после депортации в Россию, Лабжанидзе вновь оказался на своей вотчине в Донецке. Куцеу развил на территории Украины активную деятельность. Он созывал воровские сходки, на которых распределялись сферы влияния группировок. В мае 2016 года Георгий Лабжанидзе организовал крупный сходняк в Киеве, о котором стало известно полиции. На встрече лидеров ОПГ должен был решиться насущный вопрос о переделе сфер влияния на территории Одесской области, городов Одесса, Горловка и Бахмут. Сотрудники уголовного розыска с привлечением спецподразделения накрыли сборище, задержав 8 криминальных авторитетов и Куцеу, который был единственным на мероприятии законником. Очередное выдворение из страны не помешало Георгию Лабжанидзе вернуться обратно. Его выдворяли еще весной 2018 года, задержав в Киеве. Но такая деятельность не приносит плоды, так как Куцеу всегда после депортации оказывается вставшей ему родиной Украине. На этот раз вора в законе задержали 13 августа 2019 года. Ему дали два дня на то, чтобы покинуть территорию страны. По некоторым данным, вор в законе выбрал Россию для своего временного убежища, чтобы снова найти пути для пересечения украинской границы. Смотрящий за Донецком Освободившись 26 апреля 2010 года, Георгий Лабжанидзе вернулся в знакомый ему Донецк, где решил полностью обосноваться. В то время здесь уже находились дружественные ему законники, Георгий Хмелидзе и Нодара Саян. Триумвират воров в законе занял прочные позиции в области. Но если криминальный мир безоговорочно принял лидеров, то украинские силовики пытались привлечь их к уголовной ответственности, чтобы избавить страну от авторитетов. В 2012 году Лабжанидзе был задержан и выдворен из страны, так как вскрылось его нелегальное гражданство. Но он не собирался расставаться с насиженным местом, и нелегально въехал обратно. Целых два года он спокойно управлял своей криминальной группировкой, прежде чем вновь попал в руки полиции. 24 июля 2014 года при спецоперации, КУЦЕУ вновь был задержан и определен в Черниговский спецприемник для нелегалов. Но и в этот раз, после депортации в Россию, Лабжанидзе вновь оказался на своей вотчине в Донецке. В дальнейшем КУЦЕУ был определен ворами в Донецк, став там смотрящим. Как говорит наш источник, Лабжанидзе всегда был видной персоной в криминальной Украине. Наладив здесь связи, он закрепился на территории страны основательно, несмотря на постоянное нелегальное положение. В октябре 2005 года Георгий Лабжанидзе прибыл в Грузию, где посетил город Марневули. Отсюда он должен был попасть в Азербайджан. Документов для пересечения границы у вора в законе не было, и он подкупил пограничников, заплатив им за нелегальный переход на территорию другого государства. Однако был задержан сотрудниками марниульской криминальной полиции. Лабжанидзе предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы. Суд над вором оказался достаточно суров, Куцео получил 4,5 года лишения свободы. Весь срок он отбывал в грузинских тюрьмах, где старался продвигать воровские порядки. Из-за этого у него не было никаких привилегий для выхода Пауда, зато в 2007 году, находясь в заключении, Лабжанидзе сумел на основе сфальсифицированных данных получить гражданство Украины. Георгий Лабжанидзе, Куцео. Смотрящий за Донецком, вор в законе. 13 августа 2019 года в Киеве был задержан вор в законе Георгий Лабжанидзе по прозвищу Куцео. Криминальный лидер находился на территории Украины нелегально, его уже выдворяли из страны несколько раз. Но Куцео всегда возвращался, так как имеет свои интересы в Донецке. Георгий Лабжанидзе Георгий Лабжанидзе родился 9 сентября 1972 года в Руставе. Из этого грузинского городка вышло много воров в законе, у которых к имени имеется соответствующая приставка – Руставский. Но Лабжанидзе заимел другое прозвище – Куцео, под которым его знают в криминальном мире. Свой первый срок, 6 лет лишения свободы, Куцео получил в 1994 году в Грузии, и отбыл его полностью, выйдя на свободу в 2000 году. На воле примкнул к одной из преступных группировок, которую возглавляли воры в законе. ОПГ занималась преимущественно квартирными кражами. 10 августа 2004 года с подачи самого шакро молодого Илаши Руставского, Георгий Лабжанидзе был коронован в законнике. Сходка по этому поводу состоялась прямо в одном из СИЗО Грузии, где в это время находился Куцео по незначительному обвинению. Стоит отметить, что сходняк был организован шакро, который на тот момент также находился в Тбилисской тюрьме. Куцео развил на территории Украины активную деятельность. Он созывал воровские сходки, на которых распределялись сферы влияния группировок. В мае 2016 года Георгий Лабжанидзе организовал крупный сходняк в Киеве, о котором стало известно полиции. На встрече лидеров ОПГ должен был решиться насущный вопрос о переделе сфер влияния на территории Одесской области, городов Одесса, Горловка и Бахмут. Сотрудники уголовного розыска с привлечением спецподразделения накрыли сборище, задержав восемь криминальных авторитетов и Куцео, который был единственным на мероприятии законником. Очередное выдворение из страны не помешало Георгию Лабжанидзе вернуться обратно. Его выдворяли еще весной 2018 года, задержав в Киеве. Но такая деятельность не приносит плоды, так как Куцео всегда после депортации оказывается вставшей ему родиной Украине. На этот раз вора в законе задержали 13 августа 2019 года. Ему дали два дня на то, чтобы покинуть территорию страны. По некоторым данным, вор в законе выбрал Россию для своего временного убежища, чтобы снова найти пути для пересечения украинской границы. Субтитры создавал DimaTorzok